Кадры с камеры видеонаблюдения. Две медсестры из 4-й горбольницы везут по улице мужчину в инвалидном кресле. Женщины в белых халатах подвозят его к гаражам, оставляют возле боксов и удаляются. Ну а эти кадры сняли уже очевидцы. Мужчина с окровавленной ногой лежит прямо на бетоне. С ним общается сотрудник полиции. Позже появляются и врачи с курой. Он в больнице лежал, на каталке две медсестры перевели, выкинули и оставили. Мы говорим, что вы делаете, заберите себе его, он нам не нужен. Мужчину грузят в карету скорой помощи и отвозят в ту же 4-ю горбольницу. Мужчиной, судьбой которого со вчерашнего дня обеспокоены тысячи пользователей интернета, оказался 38-летний гость из Северной Осетии Ибрагим Калоев. Изначально в больницу он поступил без сознания, в состоянии наркотического опьянения. Я попросил девочек, они меня вывезли, чтобы вывезли меня на этой каталке покурить. И не поругал. Хаю ни за что. До того, как вывезти буйного пациента на каталке покурить, врачи, медсестры и пациенты четверки терпели его агрессию несколько часов, рассказывает санитарка Мария Комиссарова, одна из тех самых, которая попала на видео. Сильный, очень агрессивный человек. Оскорблял, хамил, мочился, ругался, плевался. Когда мы его везли, он тоже самое пытался отстать, пытался хамить, оскорблять и унижать. Уже просто не было сил терпеть, поэтому уже когда люди что-то спросили, мы, может быть, в тот момент что-то неправильно ответили, но реально хотели за ним вернуться. Пусть бы покурил, успокоился. Жалею, конечно, но как бы я еще хочу повториться, мы не собирались его вывозить, чтобы выкинуть на улицу. Как про нас пишут сейчас в ютубе, что мы такие прям плохие и вообще негодяи. За два с половиной года работы мы этих бомжей столько отмыли, накормили, расчесали, одели обули, что не пересчитать. Но, несмотря на раскаяние, руководство 4-й горбольницы уже отреагировало на поступок своих сотрудников. В настоящий момент проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования медперсонал, который участвовал непосредственно в этом инциденте, уволен. Безусловно, и я, и все медицинское сообщество возмущены поведением санитарки и сестры-хозяйки. Служебное расследование продолжается. Сейчас проверка проводится и в отношении заведующей отделением 4-й горбольницы. Также свою проверку инициировал Росздравнадзор, Следственный комитет и прокуратура Краснодарского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова